так друзья всем привет все знают занимаюсь свиньями режу свиней есть забои есть торговля продажа мяса есть ролики как собираюсь на продажу как собираю сало мясо то есть все это есть на канале все видео о забоях о мясе о сале есть на канале также у нас в субботу будет в продаже уже пошли заказы 1 на субботу будем делать щипать гусей продавать тушки гусей 100 гривен килограмм тушки то есть тушка и потрох внутри это 100 гривен килограмм кому надо номер оставлю под видео или в комментариях закреплю начнем вырезать по заказам и вот держу свиней все хорошо но бывает друзья и геморрои со свиньями вот сегодня у меня здесь в этом сарае обнаружил вылез в одного кабанчика уже подрощенного геморрой вылез сантиметров 6 и заметил ну вот уже затянулся и заметил он вылез сантиметров 6 они тупо его грызут за эту кишку которая вывезла тупо хватает грызут кусают ну а он что он крутится вертится они все равно выгрызает то есть кровь пошла я думаю что не все в крови кто-то думаю или порезался или что-то случилось так аж немного запереживал они не они тупо его выгрызают зашел во всех мордой в крови думаю ё-моё что происходит и взял его выпустил думаю пускай на вольно выгули отдельно будет чтоб отдельно от них и взял его за задние ноги схватил и все присыпал засыпкой это было с утра засыпал хорошо сухой присыпкой для открытых ран и вот уже грубо вряд к вечеру уже все почти затянулась там чуть-чуть осталось я думаю день-два затянется если что посадим его отдельно ну я чтоб он не так стрессовал сейчас переживал отпускаю вон тут а пока тут в коридоре грубо говоря гасится возле них и как увидел грызут тупо выгрызает этот пример того что если допустим длинные хвосты и им тесно вот корм у них есть корм у них постоянно есть они не голодны просто длинные хвосты они начинают хвосты друг друга кусать пошла кровь все вот он начинает выгрызать полностью пока не съедят весь хвост или вообще пока падежа не будет и вот именно у меня в маленьких когда-то было там в один выводок был геморрой в одного или в двух ну там день-два затянулся появлялся он тоже день-два затянулся это вообще вылез и начали тупо его выгрызать я смотрю во все головы кровянистые думаю где-то что-то порезались может гвозди какие-то торчат за переживал а ну нифига просто вылез в этого кабасик и кабасик уже такой подросший путинок килограмм 80 думаю жалко если сдохнет выпущу его выпустил он туда бегает он бегает грубо говоря туда-сюда туда-сюда и туда и гасится возгонит я на ночь его просто тут прикрою покажи ближе он видно ну все вроде бы нормально восстанавливается я думал он кровью стечет кровь плещала так заднего места что вот засыпкой засыпал так хорошо можно сказать не жалея вообще присыпки засыпал и держал за задние ноги нормально и удержал все хорошо и он какой-то слабый тут был и я смотрю он стоит его всего качать я так понимаю кровь стекла и поэтому он ну типа как бы слабость у него корма насыпал воды налил ну то есть тут нормально со своими же тут рядом и бегает все хорошо и места им тут конечно мало надо переводить его отдельно я может быть посажу есть там у меня один загашенечек куда можно его посадить но тоже посмотрю а я как раз тут а сегодня целый день по хозяйству там надо намолоть не пускай пока сидит намолоть пшеницы отходов килограмм триста четыреста ячменя и гороха две бочки 200 литровых и купил там еще кукурузы на стартовый корм ну то уже ролик отдельно сниму покажу и вот это целый день грубо говоря занимаясь тут с ребятам в кормоцехе занимаясь на готовлю и наперед и по ценовой политике сегодня кинулся думал может отходов куплю начал искать отходы по прозванивал где знаю где были отходы где есть кукуруза получается у нас сейчас 5 гривен и пшеница от 5 50 5 50 6 50 вот такая цена ячмень тоже самое 650 до 7 гривен я если честно в шоке от этих цен думаю как хорошо что я купил горох по 2 гривна сегодня возил его туда до крупоружки думаю у меня ну я вот сегодня пол бег бега перемолол у меня полный он был до половины осталось хочу отсюда же быстрее все повывозить вот горох по 2 гривна взял думаем как хорошо и у меня все бочки туда и вот эти вот забиты этим горохом а зерно отходы там другом месте есть еще но и от вовремя успел по именно по гороху что по 2 гривна взял и зерно отхода вот эти я брал по 3 ну думаю по прозванию сейчас может еще там закажу что не 3 думаю может даже и 5 хорошая просто битая пшеница зернобой думаю закажу сейчас этот туда-сюда по ценам к а отруби мешок отрубей 120 гривен 120 гривен поделить на 22 23 килограмма вот сколько стоит тоже там прилично отруби у нас вот такие сейчас корму корма цены на корма свиньям именно что касается ценовой политики кормов доски я все сложил сюда доски сюда шалюку отдельно положил сегодня думаю до готовлю все полностью плод с крупорушкой закончу все дела и займусь делать двери двери на сарай и на окна четверка речки понабивая на четвертя и буду ставить окна закрываться немного тут а в этом сарае наводить порядке а я думал новую шалевку поставить сюда типа как отмостку но передумал думаю переведу она будет вся грязная цементе я же эту сниму которая у меня здесь уже есть из на эту сторону и и закреплю заливать мне все равно под клетки такие друзья дела вот такой геморрой со свиньями бывает так что следите наблюдайте если они малейшую ранку выгрызает что-то прогрызает все то начинается у них как у курей типа расклев до конца пока полностью не кончится поросенок а то будут грейс его жевать пока кровью не стечет а потом дальше то есть это все надо держать новострой если случилось я сначала сильно запереживал думаю ну кровью реально сбежит а нет нормально все присыпал все этот хорошо вот такое вот бывает с поросюхами по кормам я рассказал также покажу поросят и сейчас будем мешать поросятки наши растут им 15 ноября будет 60 дней 2 месяца от рождения но дернули хорошо сначала постояли так недельку в росте покажут привыкли сами уже до сухого тут укреплять надо обязательно да Маша тут укреплять надо хорошо брус 100 на 50 минимум Машулечка давай тебе что-то сыпнем а то сейчас на что же выпрыгивать Машулечка у нас поросная все хорошо тоже скоро будем готовиться под опорос по этим поросятам поноса вообще ни у кого не было и в других поросят которые 6 дней разница у них тоже поноса по данный день не наблюдается вообще нету поносов ни в этих ни в тех вообще стартовый корм супер да супер а ну давай сюда так а кто у вас тут самый кусочек самый кусочек кто у вас вот этот по моему или вот этот все у папу все у Петре на все у вас самый кусочек и вот я до завтра буду только убирать и вот так дня 2-3 не убирают смотрю а все порядок желтого поноса там черного нету все отлично все отлично густые кавелочки все хорошо поросятка перешли на корм хорошо сейчас уже буду больше им сыпать старта а то я мешал 50 на 50 предстарт со стартом сейчас уже буду больше стартовый корм а гранулу предстартовую меньше и так ну я уже им насыпаю по 2-3 литра потом засыпаю ну смотрю что полностью выели потом засыпаю уже то есть им не нормировано а вначале я даю нормировано по чуть-чуть раза 3-4 раз насыпал поели там прошло 2 часа второй раз так по чуть-чуть чтобы они сильно не переедали вначале да жопастики вот обезьянка оставим ее если что на свиноматку обезьянку посмотрим ну вон кабанчики которые пойдут быстрее конечно чем свинки с такими ценами на зернок сейчас надо думать каких поросят брать если кто берет на откорм не берите типа как бы а берите нормальную генетику поросят на откорм берите трехпородку берите четырехпородку нормальную чтобы поросят а вы уверены вы их кормите они растут а не так что какие-то там не пойми кто и что и чем покрывалось и как и что то есть это все надо держать под контролем эти все моменты друзья спасибо за просмотр всем пока всем удачи спасибо спасибо Продолжение следует...